Дорогие ученики и зрители нашего Инстаграма, тема нашей сегодняшней беседы — это магия связей. Это будет цикл небольших бесед, лекций о магии связей, что это такое, как раздел магии связей применяется в общей магии. То есть эти беседы делаются в преддверии будущего, достаточно большого курса, который будет посвящен этой работе. Итак, собственно, магия — это искусство контакта сознания и мира. То есть ваше сознание должно иметь возможность быть в контакте с физическим миром, то есть влиять на физические объекты, тогда мы говорим о каких-то телекинетических воздействиях, воздействовать на энергетику, воздействовать на биологические объекты, то, что мы называем биокинетикой. То есть и таким образом, то есть в основном наше сознание способно воздействовать в этом мире на объекты нестабильные, то есть такие, как здоровье, ситуации, как-то можно воздействовать на погодные процессы. Но так или иначе можно говорить о какой-то магии, если ваше сознание без физического тела способно напрямую вступить в контакт с окружающим миром и оказать на него влияние. Когда контакт становится продолжительным и устойчивым, можно говорить, что между двумя объектами возникла связь. То есть связь — это энергоинформационный контакт между двумя объектами, устойчивое энергоинформационное взаимодействие. Их существует множество видов, и об этом я расскажу подробнее. Пожалуй, то, о чем мы поговорим сегодня, — это такая популярная тема, про которую я уже делал несколько бесед, как привороты. И мы посмотрим с вами, что такое привороты в аспекте магии связей. Итак, энергетические связи бывают естественные и искусственные, когда какие-то люди вступают в взаимодействие. Например, они понравились друг другу. Их энергетические центры, эмоциональные центры, которые мы называем сердечным центром, сексуальные центры, так называемая свадхистана чакра, вступают в устойчивое энергоинформационное взаимодействие или не вступают. Если не вступают, обычно значит, что они друг другу не понравились, между ними нет влечения. То есть каждый из них начинает из этих центров передавать и принимать энергию из другого. Возникает устойчивый канал и поток энергии, и информация от одного человека к другому. Такой вот устойчивый канал и поток энергии будет одним из вариантов того, что в магии называется связью. Подобные связи могут быть слабые и сильные, энергия и информация могут идти больше от одного участника взаимодействия к другому или быть равномерным, может меняться периодичность. Есть множество вариантов. В магии существует масса способов работы с подобными потоками, защита подобного потока, которая говорит, что связь будет устойчивой и на нее не повлияют случайные взаимодействия. А связи обладают некоторой способностью, многие к самостабилизации. Когда она возникла, она так удерживает взаимодействие и состояние двух объектов, что приводит к тому, что банально объект редко передумывает на завтра, и меняет свое отношение. То есть, если связь возникла, то маловероятна ситуация, вот сегодня я тебя люблю, а завтра ты мне надоел. Поэтому со связями работают много в любовной магии, в магии заключения сделок, разрушения связи, это так называемые отвороты. То есть, связи бывают слабые, тогда они быстро разрушаются. То есть, существует большой раздел, который позволяет их видеть и диагностировать. Человек, способный видеть связи, может сказать, между какими людьми есть, скажем, чувства. Связи, кстати, не всегда бывают связаны с позитивными чувствами. Ненависть обоюдна, это тоже будет форма энергетической связи. Но, пожалуй, что интересно, что в магии можно создавать между людьми связи путем неестественным. То есть, два человека, между которыми, естественно, связь не возникла или распалась, ее можно стабилизировать. Одним из вариантов такой связи является приворот. Приворот относится к действию, которое большинство серьезных специалистов не одобряют, ни этически, ни с точки зрения целесообразности. Но, тем не менее, легенды о привороте, да и практики приворота распространены в так называемой народной магии. Обычно под приворотом возникает усиленная связь между половыми центрами, да, то есть объектов. Обычно при этом в такую связь закладывается поток информации, приводящий к тому, что один объект начинает все время думать о другом. То есть, большинство формул приворота, как вы помните, там в них вкладываются какие-то слова, чтобы не знать тебе там ни покоя, ни отдыха, ни сна, вот, и чтобы не могла там, значит, или не мог ты там ни есть, ни пить, ни сидеть там и ни стоять, пока там не придешь ко мне, и думал, что мог бы думать только обо мне. То есть, мы создаем, то есть, не мы, злые люди создают подобную привязку, по привязке идет трансляция. Вот, обычно приворот сопровождается некой заложенной мыслеформой. И самые простые, эффективные, примитивные привороты, то есть, обычно приводят к тому, что человек все время о другом думает, жаждет его увидеть. То есть, это примерно, то есть, вот, ощущение или очень сильной страсти, или, ну, в тяжелом случае, то, что человек чувствует по описанию при наркотической ломке. Здесь, вот, ничего не могу сказать по личному опыту. Значит, вообще, подобное действие для человека с как-то развитым сознанием негармонично, потому что одни уровни сознания, подверженные такой связи, испытывают огромное, как бы, ее влияние. Другие же уровни сознания не понимают, что произошло, и противятся. В результате, в какие-то моменты человек безумно жаждет другого человека, в другие в нем растет сопротивление, там, значит, он начинает этого человека, там, просто отталкивает, не понимая, как может с ним быть, там, вот, без тяжелого алкогольного опьянения. Отсюда возникает часто любопытный аспект, что, с одной стороны, человек испытывает безумную страсть или просто страсть, с другой стороны, испытывает агрессию. Вот, подавленная агрессия часто приводит к тому, что психика у человека надламывается, и ситуации в деревнях, ну, конечно, то есть, учитывая общую традицию алкоголизма, нередки ситуации в культурах, где часто бывает, как бы, замужество по привороту, что замужество по привороту человек может получить или человека в своей постели, а потом человек начинает надламываться психически, пить, проявлять агрессию, человека колотить, но не иметь возможности уйти, да, то есть, поэтому, в общем, вещи, которые сложно рекомендовать. Привороты, конечно, бывают более тонкие, просто нацеленные на то, чтобы распалить сексуальное желание. Некоторые из них включают в себя кодировку, чтобы человеку никому ни с кем не могло быть хорошо, кроме как с вами. Вот, существуют такие заговоры, и такие привороты иногда более действенны. Вот почему. Во многих случаях человек, в общем-то, не анализирует причины возникшего у него сексуального желания. Многие люди даже считают, что если возникло желание, значит, что другой ему нравится, то есть, как бы, меняют местами причину и следствие. Если человек изначально там был вам не противен, вы подверглись, как бы, да, там, сексуальному желанию, то есть, вы вступили с ним в контакт или чувственному, вследствие контакта заметили в нем какие-то положительные стороны, то есть, вы чувствуете, сила чувств вас запутает, и вы подумаете, что эти чувства истинные, и можете остаться с человеком надолго. Конечно, привороты можно делать и по сердечной чакре, когда какой-то человек чувствует, что вас безумно любит. Однако, такие привороты менее стабильны, их почти невозможно сделать между представителями низкой касты и высокой, иначе, если бы это было возможно, то любая деревенская ведьма легко привораживала бы себе принцев и сказка, а Золушки не была бы сказками. Как я уже говорил, такие воздействия неустойчивы и относительно редки. Вот, большая часть приворотов негармоничны, наносят человеку вред. По сути, неудавшийся приворот может превратиться во вполне удавшуюся порчу. И, то есть, порядочные маги, вот, в виде сделанной кем-то приворот, если могут, считают нормальным по возможности открутить автору приворота голову, как объяснял мне мой учитель. Значит, ну, приворот — это всего лишь один из вариантов магии связи, один из вариантов применений. Другие варианты, как я уже говорил, — это бизнес-контакты, деловые контакты и просто честное укрепление отношений. Вот лишь маленький пример того, что такое магия связи в ее, пожалуй, самом распространенном варианте в народном сознании. Если вы захотите узнать о магии связей побольше, то 14 сентября я буду делать открытое занятие на сайте нашей школы. Следите за объявлениями, ссылка будет в профиле. Всего волшебного, буду рад вашим вопросам и комментариям. Доброго времени суток всем!